всем привет снова с вами алексей шреддер как видите сегодня не синяя не красная не желтая майка мои спонсоры не со мной а это значит что больше шреддера плачивать ролики на youtube некому и значит активность моя на youtube будет падать если честно в основном она будет падать из-за того что я завел инстаграм я буду развиваться больше там здесь я вам скажу честно мне не очень нравится публика я не говорю сейчас про хейтеров мне нравится что постоянно мои подписчики мне рассказывают как и что я должен делать забывая о том что не я всем вокруг должен за то что вы ко мне подписались моральный долг все-таки за вами за то что я очень много рассказывал все делал бесплатно но я как вижу до многих не доходит и во много мне обидно из-за того что я много затратил своего времени и на меня много сыпется разных какашек поэтому мне лучше и удобнее развиваться в инстаграм там энергозатраты намного меньше и даже если там будет много какашек то не так будет по крайней мере обидно да и к тому же инстаграм намного лучше и легче монетизируется кстати даже моя тройная розетка за спиной это от меня отвернулась и не хочет питать меня электроэнергии видите там какой-то провод что-то вставлено розетка питает электричеством кого-то другого поэтому не судьба на ютубе я конечно буду что-то выкладывать но очень редко в основном буду обитать в своем инстаграм так что меньше на шведера нужно было гнать какашек и так сегодня как и обещал программы тренировок на рост мышечной массы предыдущее видео было принципы составления программ на рост мышечной массы вы должны его посмотреть я считаю чтобы не задавать лишних вопросов по сегодняшнему видео потому что сегодня я буду только рассказывать конкретно сами сплиты сами сочетание упражнений количество максимум повторов в упражнениях все остальное рассказал в принципах построения программ на рост мышечной массы программ будет 5 1 моя личная шестидневный сплит в неделю по которой сейчас занимаюсь вторая сокращенная такая же программа но сокращенная все лишнее вся подсобка будет убрана для тех кто тоже хочет заниматься на массу 6 дней в неделю но не перетренироваться то есть с меньшим объемом тренировки у меня же опыт большой мне нужен больше рабочий объем чем большинству моих зрителей третья программа будет скомкана из этих же практически упражнений но на три дня в неделю тренировочных не все могут заниматься шесть дней в неделю не все хотят заниматься 6 дней в неделю четвертая программа будет состоять из двух тренировочных дней в неделю скомка но очень сильно 2 тренировки в неделю и пятая программа специально для женщин на массу которая вот подогнана под женские принципы тренировок им в основном нужно качать бедра в общем часть тела ниже кора они так как мужикам в основном плечи и бицухи и грудные мышцы в общем 5 программ я буду рассказывать какие упражнения в какие дни не обязательно все слушать дело в том что в комментариях я все пять программ распечатаю и там вы сможете найти под видео мои комментарии будет 5 программ так что если вам лень смотреть можете сразу эти программы посмотреть которая будет в комментариях мной отпечатаны и так моя личная программа сегодня кстати понедельник начинаю с понедельника первое упражнение жим лежа горизонтальный 4 рабочих подхода помните в предыдущем видео я говорил что такое рабочие подходы все остальные подходы сколько бы их не было разминочные подводящие не в счет буду называть только рабочие это жим лежа штанги горизонтальный четыре рабочих подхода 56 повторений это я делаю 56 повторений вы можете 68 делать второе упражнение приседания со штангой на плечах 4 рабочих подхода по 56 повторений иногда по настроению я делаю как приседания вместо классических приседаний вторым упражнение третье упражнение жим гантелей на наклонной скамье наклон 45-60 градусов три рабочих сета по 68 повторений четвертое упражнение разгибания ног сидят три рабочих сета по восемь повторений пятое упражнение сведения рук в кроссовере книзу три рабочих сета на 7-8 повторений каждом сайте 6 упражнение икры 4 подхода рабочих какого-то упражнения которое мне вот заблагорассудится делать в определенный день. Все упражнения на икры почти одинаковые. Главное, в них хорошо выложиться. На крупные группы мышц там как-то упражнения имеют значение в большей степени, чем на икры. Поэтому на икры я подбираю какое-то случайное. Итак, первый день, как вы поняли, у меня три упражнения на грудь, два упражнения на ноги. Ну и икры это как бы обособлено. Тоже вроде на ноги, но я считаю всегда обособлено. Вторник в основном у меня плечи. Даже если грудь у меня болит после понедельника, во вторник плечи, определенное упражнение мне это делать не мешает. Поэтому я делаю во вторник плечи и результаты очень силовые растут. Первое упражнение. Тяги, штанги, широким хватом к груди. Это упражнение, кстати, можно делать и гантелями. Очень сложное в исполнении, не все умеют, но некогда объяснять. Я когда-то уже в своем видео объяснял, как делать. Четыре рабочих сета по 6-8 повторений. Второе упражнение. Тяги гантелей лежа на задней дельтой. Это именно тяги, а не разводки. Лежа. Четыре рабочих сета по 7-8 повторений. Когда-то это упражнение я показывал в видео. Третье упражнение. Я немножко отдыхаю от плеч. Делаю пресс. Четыре подхода. Два плюс два. Два верхние скручивания. Два нижние скручивания. Такими двойными сериями. Всего четыре подхода. Снова возвращаюсь к плечам. Четвертое упражнение. Разведение рук стоя с гантелями. Три рабочих подхода по 7-8 повторений. Я называю еще это упражнение птеродактиль. Пятое упражнение. Отведение рук назад в пек-дек. На задней дельтой. Три рабочих сета по 7-8 повторений. И шестое упражнение. Пресс. Четыре подхода. Снова. Два плюс два. Нижнее и верхнее скручивания. Среда. В среду у меня спина. Подтягивания на перекладине с весом. Четыре рабочих сета. Я с этого упражнения всегда спину начинаю. Второе. Тяги штанги в наклоне. Четыре рабочих сета. Шесть-восемь повторений. В подходах. Третье упражнение. Икры. Четыре подхода любого упражнения, которого я выберу. Пятое упражнение. Снова. То есть четвертое. Снова возвращаюсь на спину. Подтягивания на одной руке в гравитроне. Три рабочих сета. По пять-шесть повторов на каждую руку. Вместо этого упражнения, допустим, я просто хочу научиться подтягиваться по пять раз на каждой руке. Можно делать тягу верхнего блока одной рукой. Ручкой на одну руку, потом на вторую. Вместо этого упражнения. Пятое упражнение. Тяги горизонтального блока. Сидя. Три рабочих сета. Где-то по восемь повторов. Стараюсь нужный рабочий вес подобрать. Итак, в среду у меня четыре упражнения на спину, одно упражнение на икры. Четверг. Брусья в основном начинаются. У меня, ну короче, трицепс в этот день. Хотя я брусья чередую с жимом лежа узким хватом в смите. Я либо с этой базы, либо с той начинаю. Ну, у меня здесь написано. Отжимания на брусьях с весом. Четыре рабочих сета. По пять-семь повторений. Хотя, напоминаю, это может быть жим лежа узким хватом в смите. Второе упражнение. Разводка гантелей на наклонной скамье 45 градусов наверх груди. Три рабочих сета по шесть-восемь повторений. У меня ставка наверх груди. Поэтому, в отличие от понедельника, в четверг я тоже делаю пару упражнений чисто наверх груди, изолирующих. Скажем так, подгоняю мышечную группу. Третье упражнение. Французский жим лежа со штангой. Три рабочих сета по шесть-восемь повторений. Четвертое упражнение. Сведение рук в кроссовере вверх. Именно к верху свожу. Вверх груди, чтобы работал. Три рабочих сета по семь-восемь повторений. Пятое упражнение. Разгибание рук в блоке поочередно. Три рабочих сета. Сета по семь-восемь повторений. Сначала одной рукой разгибаю. Потом вторую рукой отдельно разгибаю на трицепс. И таких сетов три на каждую руку. По восемь повторений стараюсь подобрать такой нужный рабочий вес. Итак, у меня в четверг, как вы поняли, три упражнения на трицепс. Два упражнения на верх грудных, изолирующих именно. И пресс. В конце шестого упражнения четыре подхода. Два плюс два. Скручивание верхнее и нижнее. Пятница. У меня такой день, как бы не посвящен какой-то отдельной мышечной группе. Сейчас вы узнаете, что именно сюда входит. Мертвые тяги первое упражнение. Или становые тяги. Но в основном я сейчас подсел на мертвые тяги. Бицепс бедра загружаю. Делаю четыре рабочих подхода по семь-восемь повторений. Мертвые тяги первое упражнение. Хотя могут быть и становые тяги. Как мне заблагорассудится. Второе упражнение. Тяги блока за голову верхнего. Мне очень нравится это упражнение. Три рабочих сета по семь-восемь повторений делаю. Делаю как добавка к спине. Потому что в тот день спины уже было бы много. Но мне это упражнение очень нравится. Создает отличный рисунок на спине из рельефа в области лопаток. Ну, это мой такой бзик. Третье упражнение. Сгибание ног лежа. Изолирующее упражнение. Три рабочих сета. Около восьми повторений. Вторит это упражнение мертвым тягом. То есть продолжаю бить заднюю поверхность бедра в этот день, в пятницу. Четвертое упражнение. Тяги гантелей к груди для средних дельт. Три рабочих сета по семь-восемь повторений. Если во вторник на плечи я тягал штангу, то в пятницу я тягаю гантели. К груди, кверху поднимаю локти. Ну, потому что кроме верхних грудных у меня еще приоритет на центральный дельтоид. А также задний, который я в субботу буду делать. И пятое упражнение. Икры. Четыре подхода. Как обычно. Итак, в пятницу у меня на заднее бедро мертвая тяга и сгибание нуклежа. На спину добавочка тяги верхнего блока за голову. На плечи центральной дельтоид добавочка тяги к груди гантелей. Широким хватом. И суббота. В основном бицепс. Подъемы штанги на бицепс. Три рабочих сета по пять-шесть повторений. Либо я делаю подъемы гантелей поочередно с супинацией. Тоже по пять-шесть повторов на каждую руку. Одно, либо другое. Второе упражнение. Пресс. Четыре подхода. Два плюс два. Верхнее, нижнее скручивание. Третье упражнение. Сгибание рук с гантелями скота. Стоя, либо сидя. Но в основном стоя делаю. Три рабочих сета на каждую руку по пять-шесть повторений. Четвертое упражнение. Отведение гантелей в наклоне через стороны. Три-четыре рабочих сета по восемь повторений. Для заднего дельтоида. Это добавочка. Помните, во вторник я тренирую плечи. В пятницу добавочка на центральный дельтоид. В субботу добавочка на задний дельтоид. И так как вы можете понять, специализация у меня. Верх грудных, центральный дельтоид и задний дельтоид. То, что повторяется два раза в неделю. Помимо икр и пресса. Это по-любому. Может повторяться. Эти мышцы очень быстро восстанавливаются. Сгибание молотковое с гантелями. Это пятое упражнение стоя или сидя. Три рабочих сета по 6-7 повторений. Кстати, я ошибся с третьего упражнения. Там сгибание рук с гантелями в скамье скота. А я по-моему сказал молотковое сгибание. А пятое упражнение это именно молотки с гантелями. По 6-7 повторений и три рабочих сета. И шестое, шраги со штангой или гантелями для трапеций, именно их делаю в субботу, поставил. Три подхода рабочих, по 8-10 повторений, вот так у меня в субботу три упражнения на бицепс, пресс и задний дельтоид со шрагами для трапеций, всего 6 упражнений. Это моя личная программа. Как видите, здесь достаточно подсобки, не вся база, потому что я не только стремлюсь к набору мышечной массы, но и максимальному одновременному формообразованию мышц, плюс сделал ставку на остающие мышцы. Вот такая моя программа. Теперь, программа такая же из 6 дней в неделю, но со всей убранной подсобкой. Для тех, у кого не такой высокий рабочий стаж, как у меня и кому нужен меньше тренировочный объем. Сейчас я убираю всю подсобку из своей программы и объявляю, какая программа на 6 дней в неделю укороченная. Основные упражнения. Первый день, понедельник, оставляем три упражнения. Жим лёжа горизонтальный со штангой, приседания со штангой, либо гак, либо жим ногами вместо приседаний, либо приседания фронтальные. Ну, любое приседающее одно движение. Четыре рабочих, то есть три-четыре рабочих сета. Жим лёжа горизонтальный, первое упражнение, три-четыре рабочих сета. Повторы я рассказывал в предыдущем видео, сколько выполнять. Жим гантелей на наклонной скамье, три рабочих сета. Три упражнения в понедельник, всё. Можете только добавить ещё икры. Вторник, два основных упражнения. Тяги штанги широким хватом к груди, три-четыре рабочих сета. Второе, тяги гантелей лёжа на задний дельтоид, три-четыре рабочих сета. И, сделав пресс, можно на этом заканчивать вторую тренировку. Во вторник. Среда. Первое упражнение, тут тоже спина, как у меня, подтягивания на перекладине с весом четыре, примерно, рабочих сета. Потом, можно сделать икры, отдохнуть, дать отдохнуть спине после подтягивания. И, сделать третье упражнение, тяги штанги в наклоне, четыре рабочих сета. Если тягу штанги в наклоне вы не можете делать или боитесь, делайте тяги гантелей лёжа грудью на наклонной скамье. Либо поочередной подтяге в наклоне гантелей на левую и правую стороны. Всего три упражнения. Два базовых на спину и одно икры. Четвёртый день, четверг. Первое упражнение. Отжимания на брусьях с весом четыре рабочих сета. Либо жимы лёжа узким хватом со свободным весом или в тренажёре Смита. Вот это первое упражнение, базовое на трицепс. Четыре рабочих сета. Разводка гантелей на наклонной скамье. Допустим, грудь верхняя всегда отстаёт, поэтому можете её оставить. Три рабочих сета. И третье упражнение. Французский жим лёжа со штангой. Три рабочих сета. Кривой гриф. Прямой гриф. Можно делать французский жим лёжа с гантелями. Можно делать французский жим сидя с одной гантелью из-за головы. Всего три упражнения. Ну, можно ещё прессик добавить. Пятница. Делаете мёртвые или становые тяги. Три-четыре рабочих сета. Делаете сгибания ног лёжа или сидя. Тренажёр для бицепсов бедра. И, допустим, делаете тяги гантелей к груди, вместо тяги штанги к груди, которые во вторник. Либо сделаете в этот день к мёртвым тягам и тягам блока за голову разводку, стоя на плечи птеродактиль. То есть, потому что плечи всегда у натуральных атлетов отстают. И в этот день можно опять сделать икры, но можно их и не делать. В субботу бицепс. Первое упражнение. Подъёмы штанги на бицепс. Три рабочих сета. Либо подъёмы гантелей с супинацией поочерёдно. Три рабочих сета. Это первое упражнение. Второе упражнение. Немножко отдохните от бицепса. Сделайте пресс. Четыре подхода. Два плюс два. Нижнее и верхнее скручивание. А потом сделайте три рабочих сета. Сгибание рук с гантелями. Молотковым стилем. На каждую руку по три подхода. Три всего упражнения. И можете в этот день ещё четвёртое добавить, если у вас трапеция отстаёт. Шраги со штангой или с гантелями. Три рабочих подхода. Всё. Вот такая сокращённая программа на шесть дней. Здесь программа рассчитана где-то каждый день минут по сорок. Вас займёт всего лишь на шесть рабочих тренировочных дней. Теперь, как составить третью программу. Она будет, напомню, в комментарии вся расписана. Для этого нужно сгруппировать сокращённую программу. Понедельник-вторник поставить в один день понедельника. Вторник-среда. То есть среда-четверг в один день среду. Пятница-суббота в один день пятницу. И получится в итоге программа. Быстро буду говорить. Она будет написана. Я напоминаю. Первый день понедельник. Жим лёжа горизонтальный со штангой. Приседания со штангой. Жим гантелей на наклонной скамье. Тяги штанги широким хватом к груди для средних дельт. Тяги гантелей лёжа на задний дельтоид для задних дельт. Плюс пресс. Так. Среда. Среда. Получится подтягивание на перекладине с весом. Тяги штанги в наклоне. Или тяги гантелей. Отжимания на брусьях с весом. Или жим лёжа узким хватом в смите. Разводка гантелей на наклонной. Французский жим лёжа со штангой. И икры. Это будет среда. И пятница. Мёртвые тяги со штангой. Либо с гантелями. Тяги блока за голову. Второе упражнение. Или если вам нужны в большей степени плечи. То разведение гантелей в стороны стоя. Сгибание ног можно опустить. В общем пятница. Мёртвые тяги. Сгибание. Нет. Сгибание ног лёжа всё-таки опускаем. Мёртвые тяги. Тяги блока за голову, допустим, верхнего. И разведение гантелей в стороны. Три упражнения. Плюс добавить... Ладно. Всё-таки сгибание ног лёжа. Четвёртым упражнением. И субботы взять бицепс, поднимание штанги на бицепс, либо сгибание рук с гантелями поочерёдно с супинацией. Одно упражнение на бицепс. И субботы в пятницу перехватить ещё одно упражнение на бицепс. Это сгибание рук с гантелями в молотковом стиле. Напоминаю, если вы что-то не поняли, будет отдельно расписана программа под видео в моём комментарии на три дня. Теперь программа на два тренировочных дня в неделю. Первый день. Ну, между этими днями должно быть где-то три дня отдыха. Первый тренировочный день. Кстати, можно не на неделю, а на восемь дней расписать этих два дня. Два через... Ой, одна тренировка через три дня отдыха, вторая тренировка через три дня отдыха. Первый тренировочный день. Жим лёжа штанги на наклонной скамье. Три-четыре рабочих сета. Второе упражнение. Приседания со штангой или в гаке. Три-четыре рабочих сета. Третье упражнение. Жим гантелей горизонтальный. Два-три рабочих сета. Четвёртое упражнение. Мёртвые тяги со штангой или гантелями. Два-три рабочих сета. Пятое упражнение. Сгибание рук со штангой или гантелями. Три под супинацией. Три рабочих подхода. Плюс добивочка молотками. Один-два рабочих подхода. Сразу без разминки. Ну и шестое упражнение – икры. Это первая тренировка. Вторая тренировка, допустим, через 3 дня или через 2 дня. Начинаем жим лёжа узким хватом. Нет, первое упражнение – подтягивание. 3-4 рабочих сета на перекладине. Если кто-то не может, то перекладине в гравитроне. Второе упражнение – жим лёжа узким хватом в свободном весе или смите. Либо это может быть отжимание на брусьях узким хватом для трицепса. Это второе упражнение – 3-4 рабочих сета. Тяги в наклоне штанги либо гантели, либо гантели поочерёдно 3-4 рабочих сета. Четвёртое упражнение – французский жим 2-3 рабочих сета с кривым грифом, с прямым грифом. Французский жим сидя с гантелью из-за головы. Что-нибудь одно из этого. Пятое упражнение – тяги штанги к груди для средних дельт. Шестое упражнение – тяги гантелей в наклоне лёжа для задних дельт. Всего 6 упражнений основных. И седьмое – пресс. Вот таких два тренировочных дня. Первый день – это бицепс, грудные ноги. Второй день – спина, трицепс, плечи. И напоследок – тренировки. Программа для женщин на рост мышечной массы. С учётом того, что бёдра женщинам нужно очень хорошо тренировать. Первое упражнение – первые тренировки. А всего для женщин я расписал три тренировки. Первое упражнение – выпады в движении по залу с гантелями. Три-четыре рабочих сета. В этом упражнении нужно выполнять где-то 20 шагов. Рабочих по-настоящему, тяжёлых. А не просто пройтись и всё. Ой, я прошлась, ягодицы будут расти. Второе упражнение – жимы штанги лёжа, либо жимы гантелей лёжа. Может, штанга 20 кг тяжела кому-то, но грифы бывают, правда, и меньшего веса. Третье упражнение – мёртвые тяги с грифом или гантелями. Три-четыре рабочих сета. Четвёртое упражнение – жимы гантелей на наклонной уже скамье. Два-три рабочих сета. Пятое упражнение – скручивания на пресс. Итак, в этот день бёдра, грудные мышцы и скручивания на пресс. Вторая тренировка. Допустим, первая была в понедельник, вторая – в среду. Гиперэкстензии с весом в руках. Три-четыре рабочих сета. Нужно научиться вам работать именно ягодицами и задней поверхностью бедра, а не поясницей в этом упражнении. Второе упражнение – подтягивание в гравитроне или тяга верхнего блока к груди. Три-четыре рабочих сета. Третье упражнение – сгибание ног в тренажёре на бицепс бедра. Два-три рабочих сета. Четвёртое упражнение – жим лёжа узким хватом в смите. Три-четыре рабочих сета. И плюс добивочка трицепса разгибаниями рук в блоке. Один-два рабочих сета. Без разминки уже. Пятое упражнение – тяги горизонтального блока, сидя на себя. Два-три рабочих сета. Итак, во второй тренировочный день для женщин, в основном, опять же, бёдра, конечно же, и спина с трицепсом. И третий рабочий день тренировочный для женщин в программе на массу, допустим, пятница. Первое упражнение – приседания в стиле сумо. Три-четыре рабочих сета. Кстати, повторений женщины делают столько же, сколько и мужчины, не больше. Итак, третий день. Приседания сумо – это когда ноги широко и носки в рост расставлены. Три-четыре рабочих сета. Гриф либо на плечах. Продолжение следует... Продолжение следует...